всем приветики у нас сегодня видите как пасмурно облачно в общем погода очень и очень радует нас потому что по моему в мае такой погоды еще не было сегодня хочу вам рассказать какие права дает гражданство сша зачем вообще нужно получать его что что вам это да первое это голосование и участие в выборах только граждане сша имеют право принимать участие в выборах федеральные органы власти в большинстве штатов голосовать могут только граждане сша второе возможность привести семью в сша граждане сша имеют преимущество при подаче заявления о въезде членов своей семьи на постоянное место жительства так что если вы хотите перетянуть своих родителей и взрослых детей там кого вот и не было то надо получать гражданство третье возможность получения американского гражданства детьми родившимися за пределами за рубежом большинстве случаев ребенок гражданина сша родившегося за рубежом автоматически становится гражданином сша но конечно это для детей до до 18 лет вот если у вас такие дети есть то они автоматом становятся гражданами сша четвертое участие в жюри присяжных в большинстве штатов только гражданам сша разрешается быть присяжными участие в жюри присяжных является важной обязанностью гражданин на самом деле для а для американцев это это прям вообще очень очень прям важно пятое возможность путешествовать сами возможность путешествовать с паспортом гражданина америки паспорт гражданина сша позволяет при необходимости прибегнуть к помощи и содействию государства сша за рубежом если это необходимо в общем если какой-то инцидент случается за границей то в сша за вас вступится шестое право на получение работы в федеральных органах власти для работы на определенных должностях госучреждениях требуется американское гражданство седьмое сохранение права жительства в сша гражданин сша не может быть лишен права проживать в сша вот так вот восьмое возможность получения государственных пособий некоторые виды государственных пособий предоставляются только гражданам сша так что можно еще больше халявы получать те кто любят халяву вот это это как раз для вас девятое возможность стать выбранным должностным лицом право избрания на вы на выборные должности в федеральном правительстве и на большинство выборных должностей в органах штатов и местного самоуправления пользуются только граждане сша сама запуталась в общем надо получать 10 право на получение федеральных грантов и стипендий многие гранты в рамках финансовой помощи включая стипендии студентам высших учебных заведений и средства выдаваемые правительством на конкурентные цели предоставляются только гражданам сша но есть случаи когда и по грин картам тоже предоставляются но видимо гражданам сша первоочередно получение гражданства сша дает новые права и преимущества но гражданство возлакает и новые обязанности чтобы стать гражданином человек должен быть готов поклясться верности соединенным штатам америки отказаться от гражданства другого с другой страны пребывать в готовности поддержать и защищать сша и их конституцию вот от чего вы к чему вы должны быть готовы приняв гражданство америки но я думаю что они такие уж и сильные требования и отказаться от гражданства другой страны я раньше пугалась этого но он на самом деле как бы вы отказываетесь но до тех пор пока вы самолично не придете в российской этого легкого но ваше консульство и не напишите там что вы отказываетесь не поставить свою роспись не уплатите там какую-то госпошлину то вас никто не лишит вашего гражданства в принципе это просто такая формальность банальная вот такие вот права и обязанности всем пока пока